Восьмое декабря. Провинция Аль-Хасаки. В провинции Аль-Хасаки жители Аль-Камышлы прощались жертвами взрыва, проведенного террористом смертников 7 ноября. Эта страшная трагедия унесла жизни семьи ни в чем не повинных мирных граждан, в том числе погибли женщина и ребенок. 32 человека получили ранения, из них пятеро находятся в лечебных учреждениях в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизнь. Сегодня же состоялись похороны погибших. На церемонии присутствовало все население города, члены руководства провинции, района, военные. В это тяжелое для страны время всем близка боль потери близких и родственников. Более двух лет идет необъявленная война международного террора против Сирии. Все присутствующие на похоронах заявляют, что международным убийцам и кто бы ни стоял за их спиной, кто бы ни финансировал их подлую деятельность, не запугать и не сломить народ Сирии. Хомс В провинции Хомс продолжается выполнение мероприятий, направленных на уничтожение террористических банд фронта Аль-Нусре и других радикальных исламистских организаций, а также на борьбу с террором. В Восточном Хомсе войсковые подразделения взяли под свой контроль недавно освобожденные от бангрупп стратегически важные на горе Аль-Шумария и все высоты окружающей Аль-Хава и селения Ум-Сахрич в районе поселка Аль-Мухарам. Проводится тщательная зачистка местности, наблюдения, перекрыты все пути снабжения террористических группировок оружием и боеприпасами через сирийско-ливанскую границу, из района города Арсаль, куда вынуждены были отступить потребанные банды террористов. Кроме того, армия контролирует все основные автодороги и населенные пункты в Восточном Хомсе, обеспечивая мирную жизнь населения этих районов. Дамаск Правоохранительными органами Сирии захвачен один из активных членов террористических банд Махер-Таклас, уроженец города Аль-Таль, провинции Дамаск. Он признался, что был завербован Саудовской Аравией генералом Саудовской армии Мухаммадом Аль-Хуэш и приехал в Дамаск, чтобы работать на саудовские спецслужбы. В своих показаниях он сообщил, как с группой таких же, как он, прибыли в Дамаск, как начинали действовать, по каким каналам получали задания, деньги и все необходимое для своей кровавой террористической деятельности. Рассказал, как похищали людей для получения выкупа. Указал маршруты, по которым через сирийско-ливанскую границу из района города Арсаль проходили поставки оружия и боеприпасов, действовавшим на территории Сирии бандом фронта Аль-Нусре. Сообщил, что огромная партия всего необходимого была получена террористами, так как они планировали штурм города Аль-Таль, но не смогли это сделать из-за действий армии. Агентство Ана-Ньюс Марат Мусин, Игорь Надыршин, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Сирия Марат Мусин, Игорь Надыршин, Сирия